В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Замор рыбы на озере Протяжного. Комиссия из Министерства экологии и природных ресурсов региона посетила городской водоем. Запрет на разжигание костров лесных массивов. 26 апреля в Международской области вводится особый противопожарный режим. Воспитанники отделения народных инструментов детской школы искусств и лауреаты фестиваля музыкального взора 2019. Далее расскажем обо всем подробно. Озеро Протяжное – одно из самых популярных мест отдыха у саровчан. На днях горожане, обеспокоенные судьбой городского водоема, забили тревогу. После того, как озеро окончательно оттаяло, течением на берега стало выносить мертвую рыбу. Зеркальные карпы, крупные щуки, окуни, по мнению опытных рыбаков, погибли из-за недостатка кислорода. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Представители Федерации рыболовного спорта пришли на протяжку не порыбачить. Вместо удочек в руках у мужчин черные полиэтиленовые мешки. В них они собирают мертвую рыбу, выброшенную на берег озера. Причина гибели рыбы, по мнению опытных рыбаков, тесно связана с тем, что этой весной протяжка заметно обмелела. Когда были зимой, лед бурили, смотрели. В общем, лед порядка 80 сантиметров, под ним сантиметров 10-15 воды, в которой гниет водоросль. Собственно, как любой процесс гниения, из воды выбирается весь кислород, и рыбе нечем дышать, соответственно, она погибает. Массовую гибель рыбы в водоеме называют замором. Он происходит из-за недостатка или полного отсутствия растворенного в воде кислорода. Течением на берега водоема принесло несколько десятков килограммов рыбы. Это зеркальный карп, крупные щуки, окуни и мелкие виды обитателей озера. Скорее всего, довольно много рыбы было придавлено льдом. То есть, в момент, когда лед начинает таять, он становится более тяжелый, опускается. То есть, бывает так, что рыбу давит. Как рассказывают представители Саровского клуба подводной охоты «Тритон», на дне протяжки лежит в основном мелкая рыба. С очками они достают мертвых окуней вместе с большим количеством мусора. Водоем загрязняется, люди летом здесь купаются. Ну и чтобы водоем был чистый, стараемся очистить его от погибшей рыбы. По словам рыбаков, замор рыбы в Саровских водоемах – явление редкое. Для того, чтобы установить официальные причины, на озере работала комиссия. Из представителей Министерства экологии, природных ресурсов региона и сотрудников городской администрации. Министерство экологии направили запросы свои в ветнадзор и рыбнадзор, для того, чтобы они по своим ведомствам уже тоже проверяли данную ситуацию. Ветнадзор, я знаю, что тоже берет пробы воды, берут пробы рыбу. Все водные объекты находятся в государственном реестре и введении Министерства экологии и природных ресурсов. Город, в свою очередь, отвечает за содержание гидротехнических сооружений и уровень воды. Искусственного уровня понижения воды не было. Питание данного озера идет из ручьев, которые находятся на территории Мордовского государственного заповедника. Как вы прекрасно знаете, в данный пруд нет никаких источников промышленного сброса. Официальные причины ситуации появятся только после получения результатов экспертиз. В соответствии с ними будут предприняты необходимые меры. Канал 16 будет следить за развитием событий. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. С 26 апреля на территорию Нижегородской области вводится особый противопожарный режим. Согласно постановлению правительства региона, с этого момента запрещается разводить костры в лесу. И использовать приспособления для приготовления пищи на углях. Настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности при обращении с огнеопасными предметами. Любое, даже самое минимальное возгорание в лесном массиве может привести к печальным последствиям. Сухая трава и ветки воспламеняются в считанные минуты. Именно поэтому после того, как с территории лесопарковых зон полностью сходят талые воды, устанавливается особый противопожарный режим. Жителям рекомендую все-таки воздержаться от разведения костров, проведения каких-либо пожароопасных работ, запускания всевозможных каких-то летательных аппаратов, связанных с огнем. Лесные пожары бывают двух типов. Низовые, когда загорается сухая трава и подлесок. Небольшие кустарники и маленькие деревья. Справиться с таким пожаром значительно проще, чем с верховым. Последний опасен своим распространением на соседние кроны сухих или хвойных деревьев. Их раздувает очень сильный ветер. Они бывают в ветреную погоду и, соответственно, в четвертый, опять же, и пятый класс пожарной опасности, который устанавливают в лесах. Полный запрет на посещение лесов наступит, если спасатели установят четвертый или пятый класс пожароопасности. Несмотря на то, что до знойных засушливых летних дней еще далеко рекомендуется не бросать в лесу или на обочине дорог окурки и помнить о правилах пожарной безопасности, находясь на дачных участках. А именно убирать от сухой травы, валежника, и все это делать в весенне-летний период до наступления сухой жаркой погоды. В период действия особого противопожарного режима штрафы за нарушение правил посещения лесов увеличиваются вдвое. Административная ответственность варьируется от двух до четырех тысяч рублей. Дарят Соборыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. В эти дни в нашем городе проходит международная конференция «Харитоновские тематические и научные чтения». Они посвящены памяти выдающегося ученого, академика Юлия Борисовича Харитона. Участниками чтений стали более 150 представителей науки из Израиля, Китая, Казахстана и Эстонии. В шести секциях представлено около 200 устных и стендовых докладов, в том числе и от зарубежных ученых. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Государственная Дума приняла закон, согласно которому пенсии ветеранов Великой Отечественной войны увеличатся в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц. Повышенные выплаты начнут получать фронтовики, принимавшие участие в боевых действиях в составе действующей армии, награжденные медалью за оборону Ленинграда и инвалиды вследствие ранения, полученного из-за войны. Глава города Александр Тихонов проведет личный прием граждан. Он пройдет 29 апреля в здании Городской Думы и администрации. Записаться на встречу можно по телефону 9-77-73. Политехнический техникум имени Бориса Глебовича Музруку вошел в число победителей конкурса «Лучший работодатель Нижегородской области». Саровский политех стал первым в номинации «Высокий стандарт», где жюри оценивало исполнение конкурсантами законов о занятости. Торжественное собрание, посвященное 70-летнему юбилею, прошло в Саровском драматическом театре. Благодарственные письма от Министерства культуры Нижегородской области, главы города, администрации, а также Департаменту культуры получили около 50 сотрудников. Среди награжденных благодарственным письмом Департамента культуры Артем Жуков. Он присоединился к Труппи-театр чуть более трех лет назад и быстро стал одним из самых востребованных актеров. Больше всего Артем любит играть в постановках для самых маленьких зрителей. Если мы берем какой-то драматический репертуар, то мы можем обратиться к самому себе, внутренней состоянии души и как-то к этому подойти. А в сказке это порой бывает фантазией. В это нужно верить и отдаваться, как я сказал, на 200%. И при этом, если ты играешь как гнома, нужно верить, что гномы существуют. Поздравляя коллектив театра с юбилеем, Александр Тихонов вспомнил тех, кто стоял у истоков создания нашего театра, порассуждал о настоящем и попробовал заглянуть в будущее. В будущее понятно, что много молодежи, много опытных актеров. И в этом смысле, я думаю, что будущее нашего театра прекрасно. Поэтому еще раз большое спасибо, большая благодарность за тот труд, который вы на благо всех наших жителей производите. Сегодня ни в одном российском городе, схожем по числу жителей с Саровым, нет театра с таким количеством выпускаемых за сезон спектаклей. Над современными и классическими постановками трудятся профессиональные режиссеры, актеры, художники и работники цехов. Это огромная удача, что отцы-основатели, работая над самым страшным оружием современности, приняли решение на самых начальных этапах создания объекта, что нужен городу театр. Что люди, занимающиеся сложным интеллектуальным трудом, должны заряжаться эмоциями и должны о смыслах думать всегда, о смыслах хорошего, о смыслах жизни. Центральным торжественным событием, приуроченным к юбилею театра, станет праздничный вечер 19 апреля. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. В Иксе завершился 6-й областной конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Музыкальные узоры-2019». В нем принимали участие только лауреаты и дипломанты всероссийских и международных конкурсов. Наш город на фестивале представляли воспитанники детской школы искусств. Юные музыканты отделения народных инструментов завоевали звание лауреатов первой и второй степени. На отчетном концерте баянистов побывала наша съемочная группа. Перед выходом на сцену на отчетном концерте отделения народных инструментов Илья Заузолков и Илья Лукин чувствуют себя уверенно. Все волнения от участия в областных конкурсах остались позади. И теперь они на родной сцене исполняют пьесы, которые принесли им победу в фестивалях. Нина Фасонова считает, что участие в различных конкурсах помогает ее подопечному достигать новых высот. «Поэтому здесь есть своя цель. Ребенок должен понимать, насколько он вырос, насколько он поднялся, какую планку. Каждый конкурс дает им какой-то толчок». В марте на музыкальном фестивале в Нижнем Новгороде Илья Заузолков и Илья Лукин стали лауреатами второй степени. А спустя месяц в ВИКСе на конкурсе «Музыкальные узоры-2019» оба воспитанника детской школы искусств также завоевали звание лауреатов. Подводя итоги своих побед, Илья Заузолков признался, что из двух исполненных пьес ему больше нравится народная композиция. «В романсе надо больше исполнитель, то есть чувство, а в «Как подгоркой» там нужна техника». Нелегкий путь к победе прошел Илья Лукин. С технически сложной композицией «Заиграемая волынка» он участвовал в нескольких конкурсах и фестивалях. Раз за разом он улучшал мастерство и, наконец, довел исполнение музыкального произведения до совершенства. «Потому что я играю уже второй год. На тот момент, когда мне ее выбирали, она мне показалась сложной, но я с ней справилась. Оба мальчика играют на баянах уже пять лет. Пока юные артисты не уверены, что в будущем выберут профессию музыканта, но точно знают, что любовь к музыке они пронесут через всю жизнь». Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. 21 апреля в здании «Бассейнный дельфин» пройдет традиционный турнир по становой тяге памяти мастера спорта СССР Занифа Валеева. Соревнования в честь легендарного тренера проходят в нашем городе ежегодно. В 9.30 начнется контрольное взвешивание спортсменов. Основная программа стартует в 11 часов. Подробности далее. Юбилейный мемориал памяти заслуженного мастера спорта СССР по тяжелой атлетике Занифа Валеева было решено провести по усеченной программе и вместо классического троебори предложить спортсменам только становую тягу. «Это самый зрелищный элемент. И во-вторых, в этом элементе атлет показывает все свои достижения, связанные с тренировочным процессом. Здесь все мышцы задействованы. То есть и плечевой пояс, и спина, и ноги, все здесь элемент. То есть это такой элемент, он как бы функционально забирает в себя все, что есть в троеборе». Как рассказали организаторы, они намеренно не стали делать эти состязания официальными и протокольными. Первостепенная задача, которую они ставили перед собой, почтить память своего друга и тренера Занифа Валеева. «Эти соревнования им уже не присвоятся статус чемпионата города. То есть если бы был троебори полноценный, то это был бы, может быть, и статус еще чемпионата города. А это просто чистый мемориал, посвященный памяти Заниф Габдулчи». Соревнования пройдут 21 апреля в тренажерном зале «Бассейн и Дельфин». В 9.30 начнется контрольное взвешивание спортсменов. Основная программа стартует в 11 часов. Вход свободный, к участию допускаются только совершеннолетние спортсмены. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы». Из первых уст вы услышите истории тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. 22 июня 1941 года для большинства людей начиналось как обычный день. Просыпаясь, они строили свои привычные планы, не подозревая, что им уже не суждено сбыться. Кому-то не суждено создать семью, кому-то найти новую работу, а детям не суждено пойти в детский сад или школу. Александру Анатольевичу Борисову сегодня 88 лет. Когда началась Великая Отечественная, ему было 10. Родился я в Нижегородной, в то время Горьковской области, Сеченовский район, село Ясное. В семье нас было 6 человек. Все, сначала ничего не предвещало плохого. Когда война началась, то уже отца призвали сразу в армию. Голод, холод, страх. Война навсегда изменила жизнь Борисовых. В 43-м году на фронте погиб отец Александра Анатольевича. Все время присутствовал голод и холод. Во все это время, почти в самом начале, когда еще война только началась, мы еще как-то там у нас были резервы и для пищи, и для питания, и какие-то резервы, одежка и прочее. А там позднее уже все подносилось, стало и холодновато. Александр Анатольевич вспоминает, что многие дети уже в 12 лет вставали к станкам на фабриках и заводах и работали на стройках наравне со взрослыми. Занимались тем, что им было по силам. Все равно мы продолжали помогать. Собирали, кто там вязал носки, чулки, что можно было, как говорится, все высылали на фронт. После войны семья Борисовых отправилась в Москву к родственникам. Там Александр Анатольевич окончил школу, устроился на работу на ткацкую фабрику, а в 47-м году поступил в ремесленное училище. В годы учебы, конечно, очень старался. Ну, все мы тогда, молодые люди, пережившие войну, такие тяготы, были очень аккуратны в своих подходах и к работе, и к учебе. Старался хорошо. Меня заметили там. И пригласили работать в Саров, где Александр Анатольевич со своими близкими живет и по сей день. Субтитры создавал DimaTorzok